Парень из преисподней Вячеслав говорит, что только гражданская война скинет Лукашенко. А что вы думаете о насильственном методе Джина Шарпа? Возможно их применять в Республике Беларусь? Насильственные методы, не насильственные, не насильственные методы Джина Шарпа, то есть цветные революции. На самом деле откуда берут свое начало? Из первой, так скажем, цветной революции, это революции против Чаушеску, давайте говорить откровенно, против Чаушеску были западные страны и США, против Чаушеску был Советский Союз. У Чаушеску не было никого, на кого он мог бы рассчитывать. Он даже улететь не смог, потому что его никто не пропустил. Но там не было бескромной революции. Там убили кучу народу, там сожгли всяких этих представителей секуритаты, прям в танках сожгли нахер. Там масса фотографий, как они там валяются, обугленные у танков. Ну или там у бронетранспортеров, так скажем. Там много людей погибло в результате этих действий. Поэтому нельзя сказать, что это не насильственно. Шарп описал такой вариант. Он написал такой вариант. Есть некая небольшая страна, ну типа Республики Беларусь, да. И в этой небольшой стране есть некий диктатор. Этого некого диктатора надо скинуть, поднимается народ, которому нормально помогает Запад. И который опирается на западные штыки, на НАТО и так далее. И мир однополярный, и больше нет никого, кто может протянуть руку помощи этому диктатору. И рассчитывать ему не на кого этому диктатору. Если он сейчас накосячит, убьет тут людей, у него есть какой вариант действовать? При помощи жесткого насилия, да. Ну то есть его потом обвинят в геноциде и прочее, прочее, прочее. И он прикидывает хрен к носу и думает, так лучше уйти. И уходит, да. А сейчас мир изменился, он не однополярный. Там есть Китай, который Россию на руку нацепил и говорит, это Россия, это Россия. Вот она, марионетка такая, да. Путин там из себя крутого ломает и так далее. И американцы не такие сильные. И НАТО никуда не лезет. И никто не пойдет до конца. И этот диктатор, что бы он ни начудил, и неизвестно, да, будут его потом ловить или нет. Ну, он Янукович, посмотрите. Вот он сейчас сидит, наверное, и локти кусает. Ну, он там людей пострелял. И что ему сделали? Ничего. И ничего не сделали. Он думает, так что же я всех-то не пострелял? Вы что думаете, а Лукашенко не смотрел это и не сделал те же самые выводы, что ли? Конечно, сделал. Он так же понимает, что, ну, пойдут они с методом Шарпа, с сердечками, там, с цветочками, там, и прочее, прочее, прочее. Ну, еще он их постреляет, да и все. Метод Шарпа не предполагает, что на улицу должны выйти все. Он предполагает, что есть некая система оппозиции, да. Там, где можно иметь оппозицию, а сейчас в Белоруссии можно иметь оппозицию, сразу в окрестины окажешься. Поэтому это все совершенно разные вещи, очень далекие от современной жизни. То есть, они прокатывали некоторое время. Пока вот эти вот чуханы, которые там сидят на диктаторских своих креслах, да, пока они не поняли, как с этим бороться. А с этим очень легко бороться. Спасибо, хороший вопрос.